всем привет давно уже у меня на канале не выходили новые видео наконец-то я добралась до съемок видео и сегодняшнее видео у нас будет о нашем любимом волкине у них вышло очень много новостей будет очень много новинок у них вышла игра волки runner вчера она вышла официально но к сожалению случились технические неполадки и турнир который должен был стартовать еще вчера в 9 часов по москве перенесли на 29 ноября поэтому завтра вы сможете принять участие в турнире дальше мы поговорим о данной игре и покажу кто не видел еще как эта игра выглядит и поговорим о следующей новости это у них стейкин будет выйдет тоже буквально вот на днях должны выпустить обновление игры у основной волкин и уже в этом обновлении будет стейкинг и также будет фьюжн событий тоже поговорим подробно дальше итак начнем мы с волки ран что вообще это за игра это будет отдельное приложение вообще не путайте она не будет связано с нашим основным приложением но как тут когда вы будете регистрироваться в турнире вы должны будете ввести почту и кошелек от своего основного волки надо но для того чтобы вам до капали монет если вы попадете в топ и смотрите игра заключается в том что как не вообще заработать до будет турнир он будет длиться семь дней ну получается турнир и вот не знаю насколько часто они будут может будут каждую неделю но первый турнир будет стартовать завтра поэтому вы можете принять в нем участие и побороться за топ и турнир будет длиться семь дней после окончания будет список лучших игроков опубликован на официальном канале смотрите когда вы зайдете в игру там будет событие турнир вы должны в него перейти там зарегистрироваться и уже там играть будет таблица лидеров смотрите первое место будет 30000 в лкн дальше у нас ну вот от 2500 до 5000 места будет 100 в принципе игра несложная она вообще легкая но в чем тут проблема тут нужно будет мне кажется затратить прямо без остановки то есть если у вас есть время то вы можете по затратить и поиграть данную игру я наверно не буду играть потому что у меня сожалению нет столько времени я как-то подобную игру играла очень много убила времени и в итоге зря потому что я не вошла в топ и я очень была расстроена поэтому я решила больше таких играх не принимать участие потому что они требуют много времени но вы можете если у вас говорю есть время и желание можете даже побороться за топ-1 да и выиграть 30 тысяч 30000 это очень круто вообще я считаю это хороший приз ну принципе по игре я в конце видео покажу как она все выглядит если вы еще не вы не не видели эту игру но там ничего сложного дальше переходим по стейкингу стейкинг это так сказать как привыкли все слышать в нашем мире они в крипто это вклад то есть выложите деньги и через время вы получаете их с процентами смотрите есть здесь два вида стейкинга будет стейкинг фиксированный и будет стейкинг гибкий фиксирован стейкинге будет четыре варианта стейкинга будет четыре месяца 9 месяцев 12 месяцев и 18 месяцев но советую если вы хотите принять участие ну и там по стейке свои токены то советую прям подробно изучить эту статью все статьи я оставлю в описании можете тоже все подробно изучить я так кратко пробегаясь только более подробно советую именно вот по стейкингу вам советую изучить потому что тут есть свои нюансы например если вы будете стейкать токены вот фиксированным у вас они блокируются то есть если вы ставите на четыре месяца то эти четыре месяца вы вообще не сможете снять ну забрать обратно свои токены стейкинг будет он когда вы будете стейкать появится баннер да или не там по моему отдельное окошко будет тогда сейчас тут ниже перейдем в кошельке будет отдельное окошко где вы сможете посмотреть все ставки там периоды выбрать для себя подходящий период и получается с вашего основного кошелька будут списываться токены на кошелек стейкинга то есть на вашем основном кошельке они светиться не будут но плюс том это очень круто то что если вам не нужны монетки и вы хотите их холдить для лучших времен потому что сейчас времена на рынке не очень хорошие если вы хотите холдить я в принципе свои токены еще ни разу не продавала я вот купила пару дней назад еще два котлета точнее котлета и еще ни разу не фиксировал ну меня принципе не так много токенов нас собиралась но там около пяти тысяч у меня есть и я думаю за стейкаю но вот надо учитывать то что вы не сможете снять вот на какой там период ставите в гибком стейкинге период тут меньше лока и преимущество в том что в гибком стейкинге вы сможете забрать там ваши токены если вы они вам понадобятся самый минимальный период это 6 недель гибком стейкинге если вы забираете ранее 6 недель это важный момент советую тоже изучить самостоятельно потому что многие бездумно просто за стейка это потом будут плакать и гнать бочку на проект что там верните мои деньги да но нужно изучать все изначально правильно и чтобы понимать в чем вы участвуете смотрите здесь если вы в гибкий стейкинг ложите свои токены вы можете их снять и ранее 6 недель но вы потеряете 10 процентов и все что у вас настойчивалась тоже аннулируется то есть вы забираете свои токены еще минус 10 процентов поэтому это нужно учитывать в чем плюс тейкинга плюс в том что мы будем получать проценты если как говорю вы в долгосрок да вы можете за стейкать получать проценты и еще здесь будут бонусы для вот тип кто за стейкой токены будут дополнительные преимущества это приоритет на приоритет в распродаже nfc ну то есть если будут там какие-то получается продажи да то вы будете в приоритете и внутри игровые награды и привилегии то есть будут какие-то тропы и всякие штучки ну в принципе это круто то есть если вы в долгосрока то тут вообще за стейкали забыли еще и получили бонусы да и конце там периода вы еще получаете проценты смотрите но будет какой-то пул наград определенный там это непосконечный будет вроде как какая-то определенная сумма которую вы сможете за сétкой не то что там у вас 100000 токенов и вы можете за стейкать будет какая-то определенная сумма-лимит с который вы можете за день ну вроде так тут написано более подробного тоже советую все это почитать с полной статью все изучить если вы будете стейкать топин и фьюжн событие что такое фьюжн событие Оно будет длиться у нас 7 дней, и начнется оно тоже в новом обновлении, то есть тоже вроде как это выйдет, наверное, сразу со стейкингом, будет баннер, как, например, было с Хэллоуин, будет баннер, да, и вы будете видеть там, он будет не безграничный, там будет только 7000 фьюжин, это получается, вы сможете обменять своих двух котлетов, например, комонок, да, и получить более рарного, то есть точно не комонку, что-то будет от анкомонки идти, анкомонка, рарка, и там уже процент выпадения, тоже вы выберете этот баннер, выберите своих котлетов, и увидите уже, какой процент у вас будет там. Пока что этого нет, мы не можем посмотреть. Стоимость обмена не бесплатна, тоже очень внимательно всегда читайте посты и всю информацию, потому что потом идет негатив какой-то, ну, все из-за того, что люди просто недочитывают, как было это с Хэллоуин, все там насобирали этих конфет, а потом говорят, а что мне еще нужно платить, да, блин, нужно, нужно читать правила, зачем потом удивляться и гнать на проект, просто люди не дочитывают, а потом удивляются. Вот, это будет стоить 300 токенов и 3500 мисберри, с удовольствием не дешевое, но у кого были там по дешевке куплены котлеты, можно менять. Я, например, купила две комонки буквально перед, ну, точнее, после новости вот этого фьюжн, когда вышла пару дней назад, я прикупила где-то, по-моему, 510 токенов, сейчас вот минималка стоит 589, но, кстати, вчера было 600 с чем-то, мы разбирали, но сейчас уже цены подупали немножко, немножко пошел и, наверное, слив токена, ну, в принципе, он, наверное, за битком пошел, потому что был и рост на флор, и был рост токена, прямо очень после этих всех новостей очень пошел вверх токен, но сейчас и биток подупал, ну, и немножко с игрой получилось, такие технические неполадки, и немножко опять токен просел, но флор на котов особо не падает, то есть, я думаю, что я попробую обменять, интересно, надеюсь, не облажаюсь, ну, даже если анкомонка, то не помню там, что по ягодам надо посмотреть, все равно вроде как в плюс ухожу, смотрите, и будет ограниченное количество, 7000 обменов, тоже, если вы хотите, то, думаю, нужно в числе первых делать, потому что, думаю, многие будут обменивать, но когда вы зайдете на этот баннер, у вас будет видно количество, да, сколько там осталось, и смотрите, рарность, так, а, на что влияет, когда вы скрещите, чем выше уровень, тем лучше, и чем меньше бридинга, тем лучше, статы вообще никаких ролей не играют, ну, статы это и гены, не важно, какие у вас гены, главное, чтобы у вас был, чем выше левел, тем лучше, и чем меньше бридингов, тем лучше, вот, тут типа обменять можно только, да, это, обменять можно и в те, от 6 до 10 уровня, у вас должно быть 2 коттлета, и получается, 2 сжигается, 1 остается, но высшего уровня, точно не камон, уровень полученного коттлета будет зависеть от количества бридингов, уровни от количества бридингов, а вероятность выпадения редкости будет зависеть от уровня коттлета, то есть уровень будет зависеть, какая редкость вам выпадет, я думаю, если скрестить камонок 10 уровня, то шанс выпадения какого-то более редкого выше, Но у меня 6 уровень, не знаю, буду или я прокачивать до 10, чтобы сжечь их. Ну, не знаю, возможно, просто 6 сделаю и все. Вот, в принципе, все по новостям рассказала. А, еще момент, при оплате обмена вы сможете использовать спендинг баланса, не сможет вписываться. У вас должны будут лежать на основном кошельке, а не на пендинг балансе. Вот, 300 токенов для вот этого события Fusion. Ну, получается, это сжигание такое, сжигаются двое, более там слабенькие. И получается, по редкости более выше у вас выходит один. Ну, вроде все рассказала, так по новостям. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Просто многие не заморачиваются с тенем, недопонимают что-то, а потом много негатива выходит. Ну, и сейчас я перейду к игре Раннер и покажу, как она выглядит. Запускаю игру. Игра вообще очень легкая. Ну, в турнир я не успела поиграть, но механизм там такой же будет. Смотрите, начальный экран мы видим, что нужно вправо-влево, стартую, короче. Тут, короче, бегает котик и собирает тему. Ну, вы им управляете вот в сторону, да, чтобы он там не попадал на вот эти всякие штуки, где может уколоться там. Пробегаете в эти дверки, где прибавляется у вас. И в конце, получается, вы пробиваете стенки. И деретесь с котом. О, кажется, я победила. Да, я вынесла. Все, дальше у нас типа рекламка. Умножаем наши гемы. Ну, в принципе, на 5 очень легко попасть. Данная игра связана с рекламой. Игра буквально там идет 15 минут, остальное все реклама. Это учтите, поэтому нужны нервы еще, чтобы играть и смотреть рекламу. Но плюс в этой игре то, что обещают за счет вот этой рекламы, которую мы просматриваем, выкупать токены. То есть будут выкупать токены, это плюс для роста актива. Это тоже очень круто. И да, стейкинг. Для чего придуман стейкинг, зачем им давать проценты. Стейкинг придуман для того, чтобы блокировать токены. То есть меньше токенов будет в обороте. Это лучше также для роста токенов. Не будет постоянного слива. Люди будут стейкать в надежде, ну, точнее, шанс получить процент. Не то, что шансовый, 100% получаете процент по окончанию периода стейкинга. И тем самым блокируется определенное количество токенов. И они не выливаются в рынок. Нет постоянного слива токенов. Ну вот, мы посмотрели рекламку, закрыли. И мы можем здесь повысить здоровье и выносливость. Повышаем, повышаем. Вот, пробежались, повысили, пробежались, повысили. Здесь будет баннер турнир. Вы в него зайдете, зарегистрируетесь и уже участвуйте в турнире. Участвуйте в турнире и, получается, поднимаете стопы. Если займете первое место, это очень круто. Ну, в принципе, вот и все. Такая игра. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Я давно не выпускала видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там много новостей, много всяких тестнета выкладываю и всяких лимов. Поэтому советую подписаться. Всем желаю удачи. Всем пока.